Всем привет, с вами Майя По, и сегодня мы подводим горячие итоги 23-го года. Наши лирические герои отчаянно радовали нас и смешили в минувшем году. Наш долг воздать им по заслугам. У американского кинематографа есть антипремия «Золотая малина», у российского шоу-бизнеса «Серебряная калоша», а проект «Поострее» представляет собственную премию «Золотая перчинка». Перцев было много, айда раздавать слонов! Номинация «Банда года» – «Правительство Литвы». Все наши герои в ушедшем году грабили свои народы, но литовское правительство в этом деле достигло уровня «Бог». До таких измывательств над согражданами еще никто не додумался. Тут вам и побор из банков, и на военные нужды, и облигации оборонного займа, и мой любимый налог на дождь. Кроме того, вводится новый налог на осадки! И все это на фоне экономического кризиса, сокращения объема импорта, экспорта и забастовок бюджетников. Поддержка Украины требует жертв, и в жертву Литва приносит литовцев. Вот только литовцы не хотят, чтобы родное государство их стригло, как баранов, а шерсть сдавала на борьбу с Россией, а потому бегут из страны. «Да ну нахер!» Введите еще налог на воздух, тогда в Литве вообще никого не останется. Номинация «Руки и жопы. Правящая партия Молдовы» По правительству Молдовы можно писать учебник «Как нельзя управлять страной». За прошедший год желтая раздолба из партии ПАС умудрились совершить все ошибки, какие возможно. Какие невозможно, тоже умудрились. За этот год Кишинев закрыл своим фермерам рынок в России. Не открыл им рынки в Европе и лишил рынка в самой Молдове, который завалил украинской продукцией. Фермеры стучали у президентского дворца вилами, свозили к нему навоз, молдавское вино, кисло в чанах, яблоки гнили вдоль дорог тоннами, запах стоял. Только дома и санду ее секты разве ведь достучишься? Что сделали ПАС? Урезали социальные выплаты, накупили в Европе оружие, переименовали молдавский язык, запретили телеканалы, а виноватой во всем обвинили, конечно же, Россию. Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это на долг. Результат – просранная ПАС в чистую осенние выборы. Так держать, ребята. Вам так уже недолго осталось. А теперь мы переходим к безоговорочному фавориту нашей антипремии. Украина побеждает сразу в нескольких номинациях. Первое. Провал года. Его величество. Контрнаступ. Так в мировой истории уже давно не лажали. Обещали до осени отбить у России Крым и Донбасс. А не отбили и двух паршивых деревень в Запорожье. Господи, а разговоров-то было. Ахулярды долларов поддержки. Самая крутецкая военная техника НАТО. Все псу под хвост. Не удивительно после такого, что рыжие кудри Зеленского на Западе перемелькались. И его там вот-вот начнут пи**ть. Наш герой после контрнаступа видит от союзников лоснящуюся такую жирную фигу. На саммите ЕС Украине отказали в новом пакете помощи на 50 миллиардов евро. Да и в США Конгресс ушел на каникулы. Так и не выделив Киеву финансирования. Вот так и проходит Слава Мирская. Турнезеленского с протянутой рукой и отсутствие успехов на фронте всем осточертели. Осталось сказать словами классика украинской политики. Давай по новой, Миша, все ху**. Вторую золотую перчинку для Украины, если что, это мы ее так поддерживаем, получает лично Владимир Зеленский. В прошедшем году у супергероя нашего времени были одни проблемы. На Западе поддержка иссякла, внутри Украины со всех сторон обвиняют в узурпации власти, диктатуре, бездарности, неадекватности. При таких делах и психически здоровый человек впадет в неадекватность. Чего уж тут ждать от наркета? У наполеончика к букету расстройств прибавилась паранойя. Он теперь во всем видит предательство и измену. А еще страдает цветными галлюцинациями, теряет связанность речи и путается в показаниях. Вчера говорил, что Россия свергнет его через Майдан-3. Сегодня, что военные. Белая горячка. Да белый горячий совсем белый. Вы не волнуйтесь. Короче, диагноз ясен. Рекомендация. Душ-шарко и смирительная рубашка. И не входите к пациенту в камеру. То есть в палату. И третья награда, которая уходит на Украину, достается Елене Зеленской. Номинация муж и жена одна сатана. Если из Зеленского два года лепили супергероя, то из его жинки также усердно лепили звезду гламура. Первую леди Украины совали на обложке модных журналов, возили вслед за мужем на международные пати, садили за чайные столики с членами королевской семьи и фоткали в компаниях других первых людей. Вот только село, оно через любой гламур прорастает. Самка Зеленского на поверх оказалась такое же хамло, как ее муженек. В Нью-Йорке мадам Зеленская закупилась ювелирке брюликами и платины за миллион баксов и переругалась с продавщицей, добившись ее увольнения. Продавщица не будь дурой сфотографировала чек базарной бабы и слила его журналистам. Вскоре вся Америка радостно читала, как страшно жить главной женщине, страдающей от агрессии Украины. Теперь понятно, почему Конгресс США зажал деньги на финансирование Украины. Кому ж хочется оплачивать жемчуга и кольца хабалке с хутора? Антипремию в номинации «Антилидер» безоговорочно получает моя тезка, любимица и доброжелательница Майя Санду. Браво, подруга! В 23-м году тезка была примером удивительной доброты. Вы вспомните, газ по льготной цене у граждан отобрать обещала? Обещала. Финансирование городов и сел, где проиграла ее партия, сократила? Сократила. Фермеров послала куда подальше со своими требованиями? Послала. Сразу видно – идеальный правитель. Зачем ей заботиться о своих гражданах? Оно и неудивительно. Майя-то и себя за молдаванку не считает. Мол, и говорит она сама на румынском. Да и гражданство так, на секундочку, у нее румынское. Ох, Майя, Майя, сушила бы ты весла. А то ведь не успеешь добежать до аэропорта. На вилы поднимут. Ну что ж, переходим к очередной премии. Инвестор года. А получает его Кая Калас. Эстония стала лидером среди европейских стран по объемам помощи Киеву относительно ВВП. Пока в стране экономический кризис, а у первоклашек в школе молоко отбирают, белокурая бестия Кая Калас спуская деньги в черную дыру под названием Украина. И не скрывает, что делает это для того, чтобы стать следующим генсеком НАТО. И ладно бы Калас убивала только эстонскую экономику. Нет, она требует, чтобы так же страдали и другие европейские страны. Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть в беде. Таких дураков в Европе немного. В Нидерландах к власти пришла партия противница помощи Украине. А Венгрия на саммите ЕС вообще проголосовала против нового пакета помощи. Впрочем, и в самой Эстонии все дураки в правительстве. 70% простых эстонцев хотят, чтобы Кая Калас ушла. При такой народной любви и впрямь надо уходить. А не то придется потом убегать. Премию «Травля года» получает Латвия за травлю русских стариков и детей. В 23-м году детям, старикам и прочим русским, кого обижать не страшно, досталось от правительства Латвии. Угрозы безопасности республики… почему там угрожать? Власти страны разглядели в постановке «Чебурашка» и «Крокодил Гена», а также в детских крошках в Центре русской культуры в Риге. Этого им показалось мало, и в Рижской думе решили запретить новогодние елки на русском языке с Дедом Морозом. Еще там запрещают запускать фейерверки по московскому времени, заставляют пенсионеров сдавать экзамены на знания латышского языка и угрожают русским старикам депортациями. Вот Латвия и показала все, на что способна – обижать стариков и детей. Только вы там остерегайтесь, дети рано или поздно вырастут и смогут ответить и за себя, и за стариков. В нашей неизменной номинации «Русофобия года» неизменный фаворит, конечно же, «Страны Прибалтики». Чуть ли не каждый день из каждого утюга в Таллине, Риге и Вильнюсе в прошедшем году доносили завывание местных политиков о русской угрозе. Они видят русскую угрозу во всем – в русскоязычном населении, в автомобилях с русскими номерами, в георгиевских ленточках, в конкурсах детских рисунков и деревянных вешалках. А Институт здоровья в Эстонии вообще заявил, что из-за русской угрозы у каждого третьего мужчины в стране депрессия. Ничего не поделаешь, маразм крепчает, и вы крепчаете. Скоро собственных теней пугаться будете. А теперь мы, наконец, вспомним постоялицу наших рейтингов. В номинации «Неудачница года» побеждает Светочка Тихановская. Поприветствуем Светочку. После того, как фонд Сороса лишил финансирования Тихановскую, дела у него пошли, ну, совсем грустно. В ранее гостеприимной Литве президенты Беларуси стали гонять поганой метлой. Там ее обвиняют в распространении литвинства. Светочка честно отвечает, что она не знает, что такое литвинство. Но литовских политиков на Микине не проведет. Ты нам котлетами мозги не пудри, все про тебя понимаем. Хочешь объявить Великое Княжество Литовское белорусским государством, а Вильнюс – столица Белоруссии. Все, что Свете остается – встречаться с подругами-аутсайдерами. Далее Гриба Ускайт и Майей Санду на женских форумах. Да раздавать интервью о том, как она героически борется с режимом. Сидя в Европе, конечно же. Да только деньги у финансирующих ее литовских и польских фондов скоро закончатся. И тогда на какую панель Света пойдет продавать себя? Переходим к ветеранам нашего списка. Маразматик года, мистер Джо Байден. Ну а кто же еще? Пока Байдена-младшего обвиняют чуть ли не по всем статьям Американского уголовного кодекса, его папашу вовсю трясут республиканцы. За деньги, растворившиеся без остатка на Украине. Помощь Зеленскому они согласовывать не хотят. Осенью палата представителей запустила процедуру импичмента стариканам. Антирейтинг старины Джо бьет рекорды, но он как мантру повторяет. Дайте еще миллиарды Киеву. Оно и понятно, дедушка совсем плох. А его устами глаголят главы оружейных корпораций, которые зарабатывают баснословные барыши на войне. Только зря Джо старается. Президентские выборы с таким послужным списком ему уже точно не выиграть. Пора впадать в маразм окончательно. В будущем на суде признают недееспособным. Номинация «Потеря года. Молдавский язык». В 1923 году оказалось, что его не существует. Молдавский парламент официально переименовал государственный язык в румынский. Еще оказалось, что не существует и самих молдаван. Они тоже румыны. И в молдавских школах теперь вместо истории Молдову преподают историю румын. Самих молдаван, разумеется, никто не спрашивал, существуют они или нет. За них решили, что они румыны. Румыны в Бухаресте, румыны в Кишиневе, депутаты партии Майя Санду с румынскими паспортами и украинцы в Киеве. Те вообще объяснили молдаванам, что их и их язык выдумал Сталин. Своей истории нет, они и другим ее отменили. А если кого-то мнение молдаван все же интересует, то они себя румынами не считают. Абсолютное большинство жителей Молдовы считают, что у них есть собственный язык и история. Входить в состав Румынии хочет всего 4% населения Молдовы. Остальным в наступающем году нужно будет побороться и вернуть себе свою страну. На этом все. С Новым годом вас, дорогие друзья. Наша команда желает вам всего самого наилучшего от сердца. Пусть в наступившем году у всех нас будет радость, мир и любовь. А мы продолжим делать вашу жизнь немножечко поострее. С вами была ваша Майя По. Пока-пока. И напутственное слово красивым стихотворением от Майи По. Армяне не любят турков, а турки не любят греков, а греки не любят албанцев и прочих балканских цыган. Албанцы не любят сербов, которые злы на хорватов, а также боснийцев не любят и венгров и прочих болгар. А шведы не то чтоб к финнам, как бывшим своим холопам, а финны к эстонцам тоже испытывают фу-фу. Эстонцы не любят русских, которых на самом деле не любят на белом свете еще да х** людей. А русские, кстати, тоже не любят все страны мира, особенно американцев, за то, что в подъездах срут. Москвы, Таганрога, Курска, Самары, Торжка, Рязани. А впрочем, американцев не любят достаточно стран. Монголы не любят китайцев, китайцы не любят тибетцев, тибетцам вообще все х** насрать на весь белый свет. Казахи киргизам такси, не вот что с большой любовью. Киргизы могли б к эфиопам испытывать неприязнь, но только не очень знают, где эти живут, эфиопы. Но знают все об узбеках и любят не слишком их. Арабы не любят евреев, евреи не любят арабов. Самих же евреев, как русских, не любят почти что никто. Французы не любят многих, вернее, никого не любят. Хотя и самих французов никто целовать не спешит. А ненцы пи***ли, что любят всех беженцев и евреев. Хотя было время, ненцы не м***ли всех подряд. Сегодня они не любят, ну может быть, только турков, которых не любят армяне, замкнув этот сраный круг. И просится сразу вывод о том, что наш мир прекрасен. Давайте друг друга пи***ли и обвинять в грехах. Особенно раздражает Мадагаскар ужасно. Лемуры там а**ли и напрочь отбились от рук.